Летное обучение Свобода перемещения в трех измерениях – это не только весело, но и может привести к интересной карьере и возможности путешествий. Одним из наиболее важных шагов в этом процессе является выбор качественной летной академии. Без опыта в авиации процесс выбора хорошей школы может стать трудной задачей. В авиации нетерпаливость не подходит. Если вы летите или выбираете школу, помните, что резкие повороты или действия могут привести к тяжелым последствиям. Контрольные списки в авиации гарантируют качественное выполнение всех процедур. Во время этого семинара мы предоставим вам список критерий, которые поможут вам правильно выбрать качественную летную академию. В первую очередь вы должны определиться, чего вы ожидаете от авиации. Задайте себе такие вопросы, как «Почему вы хотите научиться летать?» «Какая ваша конечная долгосрочная цель в авиации?» «Хотите ли вы получить лицензию пилота-любителя или пилота гражданской авиации?» Также вам нужна лицензия пилота или еще и высшее образование. А может быть вы хотите учиться заочно или в классе? На эти вопросы вы должны ответить прежде тем, как приступите к отбору летных академий. После того, как вы определили, с чего вы ожидаете от авиации, составьте список из 10 академий. Ищите информацию в Google или Яндекс, также читайте отзывы в форумах и посоветуйтесь со своими знакомыми. Вы сделали список из летных академий, которые привлекли ваше внимание. Теперь мы проверим их качественность, руководясь выдаленными критериями. Один из вопросов, на который вы должны ответить, это «Как долго работает академия?» Она должна работать хоть 3 года для того, чтобы у нее уже был опыт, как надо обучать студентов, и она бы разработала свои программы во время практики. Если эта академия не соответствует с этим критерием, мы ее вычеркиваем. Другой вопрос. «Где проводится обучение теории?» Школа должна иметь хорошие классы и инструктора, чтобы вас подготовила к сдаче экзамена, а не только раздала вам литературу, чтобы обучали самостоятельно. Тоже очень важно, сколько самолетов и каких имеет академия, потому что если у академии очень мало самолетов, ваше обучение может затянуться, и вы будете терять свое время и деньги. Обратите внимание, сколько программ обучения может предоставить школа. Есть ли у них такие программы, как PPL, пилотирование для своего удовольствия, CPL и ATPL, как карьерный путь пилота гражданской авиации, и может ли академия предоставить вам высшее образование. Например, Болтекевичный Академий недавно разработала программу, где вы можете получить лицензию пилота и вместе с этим бакалавр авиационного менеджмента. Как долго длится обучение? Очень важно, что академия гарантировала, когда точно начнется обучение. Так вы сможете планировать свое время, и не надо будет ждать звонка, когда, наконец, они сумеют собрать группу студентов. Как быстро вам отвечают на запросы и электронные письма? Один месяц или один день? От этого зависит, как быстро будет решаться ваш вопрос во время обучения. Так как обучение будет длиться несколько лет, подумайте, какие условия проживания академия может вам предоставить. Кто будет заботиться о вашей визе и транспорте? А может быть, академия даже сумеет позаботиться о вашем досуге? У нас остались три академии, которые больше всего соответствуют нашим выдаленным критериям. Теперь мы рассмотрим их более подробно. Ответьте на вопрос, как выглядит программа обучения? Есть ли составленный график ваших занятий и практических полетов? Какие предметы входят в программу? Попросите, чтобы академии прислали вам пример договора. Прочитайте, какие обязательства академия берет на себя, а за что вы будете ответственны. Например, бывает, что по договору академия вам предоставит только литературу, а обучаться вы будете самостоятельно. Также обратите внимание, что все часы программы обучения были вписаны в договор. Скажем, обе академии прислали договор, который вам подходит. Последний вопрос нам поможет сделать окончательное решение. Вопрос о деньгах. Узнайте, что входит в цену обучения, а за что вы будете должны платить дополнительно, так как бывает, что школы дают очень хорошие цены, а потом просят студентов, чтобы они дополнительно оплачивали, например, за посадки или горючее. Наконец, осталась одна академия, которая больше всего нам подходит. Пришло время делать решение. Навестите школу и подробнее с ней познакомьтесь. Осмотрите классы, всю инфраструктуру, которую имеет эта летная академия. Познакомьтесь с персоналом, с инструкторами, пообщайтесь с студентами и ответьте себе на вопрос, хорошо ли вы чувствуетесь среди них. Если да, пришло время проходить отборные тесты, и тогда вы сможете подписывать договор. Уж лучше провести месяц, рассматривая школы, чем выбрать одну из первых и потом об этом сожалеть, так как от этого зависит ваша дальнейшая карьера в авиации. Я надеюсь, что я помог вам сделать правильные решения и выбрать хорошую летную академию. Если во время семинара у вас появилось еще вопросов, пишите их сейчас в комментариях, и я немедленно на них отвечу. Также я всегда доступен по электронной почте info.sobachka.boltyka.com Спасибо!